Второй главе послания к евреям. Давайте сначала прочитаем его. Вторая глава евреям. И давайте прочитаем 10 стих. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу. Приводящего многих сынов в славу. И в третьей главе послания к римлянам говорится, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Откройте сейчас послание к римлянам. Мы неправильно использовали и злоупотребляли этим местом писания, вырывали его из контекста, выписывали его на маленькие карточки и так далее, просто упуская всю идею. Третья глава послания к римлянам, 21 стих. Но ныне, независимо от закона, явилась правда или праведность Божья, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда или праведность Божья через веру в Иисуса, помазанного и его помазание, во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Здесь не делается ударение на лишение славы. Здесь делается ударение на том, что все согрешили и лишены славы Божьей, и поэтому праведность в его имени и поверив в его имя доступна каждому, кто когда-либо согрешил. Слава Богу! Аллилуйя! Его желание не было держать вас просто лишенными славы. Его желанием было вернуть многих сыновей в славу! Аллилуйя! Слава Богу вовеки! Я уже чувствую себя абсолютно счастливым от той проповеди, которую проповедую. Слава Богу! Аминь! Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением в помазанном Иисусе и его помазании, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови его через веру, для показания правды или праведности, его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божьего, к показанию правды или праведности его в настоящее время, доявится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Аминь! Вы сейчас в послании к римлянам. Откройте восьмую главу посланий к римлянам. Четырнадцатый стих. «Ибо все оводимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духу усыновления, которым взываете Ава или Папа, Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же помазанному и его помазанию». Аллилуйя! Аминь! Слава Богу! Обратитесь вместе со мной к пятнадцатой главе Евангелия от Луки. И в кратком содержании этой главы, если у вас синодальный перевод Библии, там написана притча о блудном сыне. Это не история об одном заблудшем парне. Это история об отце и его двух сыновьях. Это история о наследстве. Трагедия! Я говорю о трагедии. Это трагедия! Не иметь понимания взаимоотношений завета. Это трагично. Никогда не принять своего наследства. Если вы спросите большинство людей, что такое Новый Завет, они ответят, ну, знаете, это часть Библии, это маленькая ее часть в самом конце. Нет, это копия Нового Завета. Что такое Новый Завет? Это завет в крови Иисуса. Это клятва всемогущего Бога, данная на крови. Говорю вам, нет ничего сильнее этого. И не понимая такого рода взаимоотношений, не понимая такого рода обетования, не понимая, что это означает, и западный мир знает об этом очень мало, а то и вообще ничего. Мы цивилизовали Завет и подправили его, так, чтобы юристы могли зарабатывать деньги, расторгая их. Аминь. Но вы не можете расторгнуть тот Завет, договор, который был связан кровью. Я скажу вам еще кое-что. Новый Завет — это Божье Слово и обязательства. Божье Слово — это Его обязательства. Он не человек, чтобы ему лгать. Вы знали, что Бог не может солгать? Библия говорит, что Он не может лгать. Если Бог вошел сюда и сказал, «Доброе утро!» — это замечательное утро вторника. Кто-то бы возразил. Он солгал, сегодня пятница. Когда Бог это сказал, сегодняшний день стал вторником. Аминь. Верно. Он не человек, чтобы ему лгать. И когда Он что-то сказал, Он поклялся об этом на крови. Так, чтобы это оставило след в нашем сознании и нашей душе. Чтобы мы понимали, насколько серьезен Он в Своих словах. Когда Он это сказал, это уже было абсолютно истинным. Но Он еще поклялся об этом на крови. Чтобы мы с вами могли быть совершенно полностью уверены. И сила Его крови, о, слава Богу, в Его слове. Кейт Батлер является пастором мощной церкви слова веры в Детройте, штат Мичиган. Одной из величайших церквей в мире. Одна женщина, член Его церкви. Кейт на протяжении нескольких недель учил о крови Иисуса. Одна женщина, член Его церкви, пошла как-то утром в банк. Когда она была в банке, в него ворвался грабитель и приказал всем лечь на пол. В руках у него был дробовик. Все люди сделали то, что Он сказал. Они все легли на пол. И Он просто подошел к лежавшим на полу людям и бах! Простырил голову одному. Потом Он подошел к следующему человеку. Бах! Простырил и тому голову. Потом Он подошел к следующему человеку. И она сказала, «Кровь Иисуса против тебя! Кровь Иисуса против тебя!» Он сказал, «Я не могу тебя застрелить! Я не могу тебя застрелить! Я не могу тебя застрелить!» Тогда Он подошел к следующему человеку. Бах! И она просто продолжала провозглашать кровь Иисуса против Него. И Он не мог с ней ничего сделать. Он не мог заставить ее замолчать. И Он выбежал из банка. И был застрелен на улице. Друзья, я говорю о чем-то, что работает прямо здесь И просто в светлом будущем, но прямо здесь В прогнившем здесь и сейчас Я говорю о Слове Божьем, Божьей крови И в вере в Его Слово Вера в Его кровь Приносит праведность Божью И вы больше не лишены славы Но ходите В унаследованной славе Иисуса Аллилуйя, Богу Хорошие вещи Хорошие вещи Всегда Это происходит в 100% случаев Если вы не знаете о ваших взаимоотношениях завета с Богом Слово Божье говорит во второй главе послания к Ефесянам в 12 стихе Вы были без Христа Или без помазания Были чужды заветов Множественное число Заветов обетования Были без надежды И без Бога в этом мире Вы можете быть рожденным свыше чадом Божьим Бог все время здесь Но вы не знаете о ваших взаимоотношениях завета с Ним Он не имеет никакого влияния в вашей жизни Друзья, если все, чему вы верите Это тому, что вы чувствуете Что вы видите И тому, что происходит вокруг вас Если Бог не может вывести вас на такой уровень, когда вы начнете верить тому, что он сказал в своем слове А не просто тому, что вы чувствуете Что вы видите Просто ходя в этом естественном мире У дьявола есть доступ к вашим намерениям и помышлениям И Бог не может к вам прорваться Это трагедия Поскольку вы были исцелены все это время Вы были сделаны процветающими все это время Все те чудеса Которые Бог приготовил для вас И это трагедия Когда люди не знают Что принадлежит им во Христе Иисусе Иисус после того, как явился апостолу Павлу на дороге в Дамаск В 26 главе книги Деяния Сказал ему Я явился тебе для следующей цели Я посылаю тебя к язычникам Я избавляю тебя от них И я посылаю тебя к ним И послушайте Открыть глаза им Чтобы они обратились от тьмы К свету И от власти сатаны К Богу И чтобы они могли получить прощение Грехов И свое наследство С освященными Чтобы они Получили Получили Приняли его Что польза было Иисусу умирать И приобретать его Если мы с вами продолжаем не знать о нем И не пользуемся в полной мере тем Что принадлежит нам в нашем наследстве Как вы его получаете? Вот здесь у вас есть копия этого завещания Это последняя воля И завета Иисуса из Назарета Он был единственным человеком Который умер Его завещание Вступило в силу И затем он воскрес из мертвых Чтобы утвердить свое собственное завещание Но именно это и произошло И вы являетесь получателем всего этого Хорошо Как вы предъявляете на это права? Точно так же, как вы предъявляете права На любой другой законный документ Встаете и говорите Заявляете об этом Слава Богу Тогда скажут избавленный Господом Кто-то скажет Вот что я вам скажу Это моя собственность Нет, она моя У меня есть документ Подтверждающий мое право на нее Я унаследовал это от моего отца И вы не придете и не заберете ее Что вы о себе возомнили? У меня есть законы и документы Подтверждающие, что эта собственность Принадлежит мне То же самое справедливое В отношении исцеления вашего тела То же самое справедливое В отношении ваших финансов То же самое справедливое В отношении всяких долгов Вам не нужно сидеть в долгах Вам не нужно быть ограниченными Финансово в этом мире Ни сейчас, ни в любое другое время Почему? Потому что вы являетесь сонаследником С царем царей и Господом господствующих И в четвертой главе послания Галатам Одно из наиболее замечательных Наиболее сильных мест Писания Во всей Библии говорит Больше не рабы А если не рабы, то сыновья Сыновья Божьи и наследники Божьи Аминь Когда вы были рождены свыше Вы не были сделаны рабом Божьим Когда я был рожден свыше Я не был сделан рабом Божьим Я был пересотворен И стал наследником Божьим Сыном Божьим И уже как сын всемогущего Бога Сонаследник с Иисусом Я выбрал быть его рабом Я выбрал это Слава Богу У меня было право выбрать это Я знаю людей, которые никогда так и не сделали этого выбора Они просто сделали Иисуса Господом Чтобы они не должны были идти в ад Да, возможно, Он их Спаситель Я не настолько хорошо их знаю, чтобы знать это Возможно, Он их Спаситель Но Ему нужно быть Господом Аминь Аллилуйя Но все, что Он когда-либо будет делать Это просить вас Он никогда не будет заставлять вас служить Ему Нет-нет, потому что вы чада царя У вас есть определенные права и привилегии У вас есть права наследства, слава Богу У дьявола нет никакого права над вами Он не может просто прийти и начать что-то вам делать Но скажу вам прямо сейчас Вам придется применить данные вам Богом Данные вам престолом Права силы и власти в имени Иисуса И обратить дьявола в бегство Вы можете сказать Аминь? Хорошо Итак В этой 15 главе Евангелия от Луки Иисус сказал в 11 стихе Прежде чем я прочитаю это Позвольте мне показать вам эти первые два стиха здесь В 15 главе Я хочу вам здесь кое-что показать Луки 15.1 Приближались к Нему, к Иисусу все мытари и грешники Слушайте Его Итак, мытари и грешники А фарисеи и книжники Они не смешивались Фарисей, который оказался бы рядом с мытарем или грешником Пошел бы домой, принял ванную И выстирал бы свою одежду И больше никто другой на земле Не говорил слово «грешник» Так, как это мог сказать фарисей Грешник И это было присуще не только фарисеям там в те дни Прошло не так уж много времени с тех пор Как пришло великое откровение о том, что Бог любит грешников Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его Фарисеи же и книжники роптали Говоря Он принимает грешников И ест с ними Но Он сказал им следующую притчу Он был единственным человеком Который когда-либо собрал грешников, фарисеев и мытарей одновременно вместе Я не думаю, что они смешались между собой Держа друг друга за руки и обнимая друг друга Но они все стояли там И я верю всем своим сердцем Я знаю, что это правда Если хотите, вы можете в это верить Вы не можете доказать, что это не так Но Господь сказал мне это Все стоявшие там знали Кем был этот человек и оба его сына Это не была притча Поскольку там говорится У некоторого человека было два сына Поэтому все, находившиеся там Были либо знакомы Либо слышали об этих двух сыновьях Итак Иисус сказал И сказал младший из них отцу Отче, дай мне следующую мне часть имения И отец разделил им имение Он не просто отделил часть имения тому сыну Который об этом попросил Позвольте мне показать вам на этот счет кое-что интересное Иисус сказал Что это прообраз небесного отца Итак, заметьте, когда этот молодой человек сказал Папа, я хочу получить свое наследство сейчас Я хочу получить все полагающиеся мне деньги Знаешь, все, что по твоему мнению должно отойти ко мне Я хочу получить это сейчас Отец мне сказал Да как ты смеешь приходить и просить у меня деньги, парень? Разве я тебя этому учил? Что ты имеешь в виду? Ты, самонадеянный юнец Ты приходишь сюда, желая получить мои деньги? Да что ты о себе возомнил? Ты что, думаешь, деньги на деревьях растут? Есть люди, которые действительно думают Что, вероятно, именно это Бог и скажет Если вы у него что-то попросите Особенно ваше наследство Но заметьте Отец ничего ему не сказал Он не исправил его Он просто дал ему это Неужели он не знал, что это разрушит его? Да Но он также верил во что-то большее Нежели это Аминь Ну, я верю, все это процветание разрушит вас, брат Копланд Разрушит А одно, от чего оно вас разрушит Оно разрушит вас от того, чтобы снова когда-либо быть банкротом Но Слово Божие говорит Процветание глупого погубит Разрушит его Поэтому, если вы глупый Тогда вам незачем быть глупым Библия перечисляет все характеристики глупого Поэтому почитайте, кто является глупым И не будьте им Библия говорит, что нечестивый или глупый Процветает в этом мире А праведный Процветает в Боге Поэтому давайте процветать в Боге Именно Бог дает вам силу Приобретать богатство Но Он не дает вам силу Приобретать богатство глупого Аминь Итак, смотрите Отец разделил имение между двумя сыновьями Он дал второму столько же, сколько и первому Который убежал По прошествии немногих дней Младший сын Собрав все Пошел в дальнюю страну И там расточил имение свое Живя распутно Хорошо А сейчас заметьте следующее Когда же Он прожил все Какую часть этого Он прожил? Потратил Это означает, что Он не отдал с этого десятину Он все потратил Это означает, что Он не дал с этого никаких пожертвований Он все потратил Аминь Хорошо Когда же Он прожил все? Настал великий голод в той стране И Он начал нуждаться И пошел Пристал к одному из жителей страны Той А тот послал его на поля свои пасти свиней И Он рад был наполнить чрево свое рожками Которые ели свиньи Но никто не давал ему Почему никто не давал ему? Потому что Он все потратил Он не посеял никакого семени За исключением распутной жизни Если это все, что вы будете делать Если вы будете хранить все то, чем Бог вас благословляет И вы будете тратить все это на себя Вы в конечном итоге Окажетесь в духовном загоне для свиней Вы будете есть все то, что будет бросать вам этот мир Все те крохи, которые они вам бросят И я хочу, чтобы вы заметили здесь Что Он пристал к человеку Он соединился с ним Он заключил завет с тем, кто разводил свиней Это плохое место для еврейского юноши Чтобы быть там Говорю вам Он не особо что от этого получал Но Он был настолько голоден Что готов был соединить себя с чем угодно Понимаете? Если вы выходите в этот мир И вы живете в их системе Вы живете так, как живут они И вы делаете то, что делает глупец Иисус сказал Я уподобил глупцу того человека, который строит свой дом на песке Поэтому если вы делаете то, что делает глупец Вы получите награду глупого И в конечном итоге придете к тому Что пойдете на компромисс с кем угодно Вы вступите в завет с любым Вместо того, чтобы твердо стоять В своем завете в крови Иисуса Вы в конечном итоге Придете к тому, что вы просто будете брать любую подачку Которую кто-либо будет вам давать Все, что они будут вам бросать Выбирайтесь из этой неразберихи социальных пособий Вы наследник Божий Аллилуйя И заметьте, там говорится Пришед же в себя 17 стих Пришед же в себя, сказал Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода Встану Пойду к отцу моему и скажу ему Отче, я согрешил против неба и пред тобой И уже не достоин называться сыном твоим Отметьте для себя это здесь Поставьте здесь небольшую галочку или стрелку Как вам будет удобно Поставьте здесь, что вам больше нравится Прямо между словами сыном и прими И уже не достоин называться сыном твоим Прими меня в число наемников твоих Встал и пошел к отцу своему И когда он был еще далеко Увидел его, отец его И сжалился И побежав Пал ему на шею И целовал его И я написал там Несмотря на весь ужасный запах и все остальное Он не сказал О парень Пойди-ка в дом и помойся Я поцелую тебя, когда ты вернешься Да где ты вообще был Отец даже не спросил его, где он был Ему было не важно Где тот был Я хочу, чтобы вы здесь кое-что увидели У того отца Была вера В силу кровного завета И я хочу, чтобы вы это увидели Отец пал ему на шею И поцеловал его Видите Этот сын пришел в себя И он приготовил речь Которую он скажет Он уже решил Что он скажет своему папе И он сказал Отец Я согрешил против неба И перед тобой И уже не достоин называться твоим сыном Но прежде, чем он успел сказать Прими меня в число наемников твоих Отец не дал ему продолжить Он так и не дал ему даже заикнуться о том Чтобы он мог стать наемником Посмотрите, что он сказал А отец сказал рабам своим Отец сказал рабам своим Отец сказал рабам своим Вы через минуту это поймете Отец сказал рабам своим У этого человека были рабы и слуги Он хотел сыновей У него были рабы и слуги Ему не нужны были еще слуги Он хотел иметь сыновей У Бога всемогущего Достаточно слуг У него есть всевозможные ангелы У него есть ангелы О которых мы с вами даже не слышали У него есть группа ангелов Которые постоянно летают Они никогда не приземляются Они просто летают вокруг него И заметьте следующее Отец сказал рабам своим Принесите лучшую одежду Какую одежду? Лучшую одежду Что было этой одеждой? Эта одежда представляла этого человека Это была одежда праведности Что касалось семьи этого человека Это означало, что Это было в действительности как Божье всеоружие Вы облекаетесь во всеоружие Божье Почему у нас есть право Облекаться во всеоружие Божье? Потому что мы соединены с ним В завете в крови Иисуса Понимаете, этот человек верил В кровь завета и силу завета Он верил Что он вернет своего сына Благодаря Этому кровному Завету